итак перед нами все таки вот стоит задача завести это довольно я сотру лишнее и отлично это вблизи точки это равно фи и так вблизи точки фи равно пипополам мы говорим что наш интеграл необходимо оценивать как вклад двух слагаемых от точки перевала и от полюса давайте аккуратненько посчитаем эти интегралы как они у нас есть проще всего посчитать переводить мы говорим с вами косинус вводим переменную минус фи равно и е в степени минус и пи на 4 помните как прошлый раз и мы оцениваем наш интеграл следующим образом вот мы говорим что у от эрфи до равно и 1 плюс и 2 и 1 это перевальный интеграл и 1 приблизительно вот здесь должно стоять приблизительно равно но и здесь тоже естественно 1 делится на 2 и и взято отсюда дальше косинус и взято отсюда вблизи точки перевала мы считаем функцию f от это гладенькой а функция ф от это это вот это фонус и мы берем значение f от фи то есть у нас стоит косинус и делить на косинус фи минус косинус вот это со звездочкой остается интеграл е в степени минус р к 0 то у квадрат пополам причем помните мою оговорку в прошлый раз мне удобно этот интеграл считать не по маленькой какой-то области а продолжить хвосты контур интегрирование считать его от минус бесконечности до бесконечности конец истории дт это дт это это е степени минус и 3 на 4 почему интегрирование по дт а как можно по нашим маленькой области за да да у нас там за 1 маленькой области мы посмотрим на этот интеграл хвосты у него убывает экспоненциально если я возьму интеграл против на кому адрес не меняется ничего не значит и давайте аккуратненько все это закончим е в степени минус 3 и и на 4 делить на 2 и косинус фи делить на косинус фи минус а что такое косинус тета со звездочкой кто помнит и ах разделить на к как и ах разделить на к и умножить на то что осталось от интеграла осталось интеграл корень корень из пи на корень из двух делить на кого-то по этому делу есть вопрос а что мы собственно получили мы получили с вами давайте я цилиндрическую волну расходящуюся вот источника то есть черт черта мы замыли важно забыли год и и канон и да вот этот косинус это один минус вот эта штука в квадрате пополам вот эта штучка и вот эта штучка дает нам представление о том что это на самом деле расходящаяся цилиндрическая волна но волна модулированная по углу ее амплитуда зависит от угла то есть мы получили некую цилиндрическую волну вас не должно обманывать то что здесь стоит косинус тета минус косинус тета со звездочкой 0 здесь не достигается никогда на отрезке минус пип полом до пип полом у нас особенности не было это просто цилиндрическая волна которая у нас убегает здесь большого больших неприятностей нет это понятно чего там я степень минус 3 пи на 4 ну вот здесь и а если и вниз нигде не ошибся корень из пи из значения интеграла вот это множитель из замены перемен вот здесь больших нет неприятностей неприятности нас ждут и давайте ими займемся а как оценивать вот эту штуку что оценивать вот это считается интеграл по закрутилу контуру посчитать интеграл по замок поступило предложение следующее поскольку вот это вот это на самом деле это полюс это не . ветвление интеграл по вот этому куску равен интегралу по вот этому куску да поэтому мы с вами берем и интеграл замыкаем вот здесь мы делаем такой контур а здесь он должен положительным направлением ходить да вот так давайте значит посчитаем второй интеграл я сотру верхнюю часть потому что мне хочется оставить под интегральное выражение что у меня находится под интегральное выражение мне надо проанализировать вот этот полюс чему равен полюсной интеграл и два здесь равенство точно равен 1 делить на 2 пришло вот отсюда да но когда я буду интегрировать по полюсу у меня будет 2 и за счет того что я помните 2 и на здесь у меня тоже 2 и я про это по крайней мере уже не забыл дальше е и к 0 и r на косинус чего-то это с точкой минус фи правильно дальше косинус это с точкой делить на минус а как я считаю вычеты я беру эту штоку выкинуть производную до минус хинус минус 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 вроде все про ну давайте что такое ей и канон э е степени и а дальше я обратно раскручивать ей и к 0 на косинус тета со звездочкой чё это такое к 0 у косинус тета со звездочкой да плюс и к 0 икс синус тета со звездочкой на косинус тета со звездочкой делить на синус тета со звездочкой через такой вспоминаем чё такое было косинус тета со звездочкой кто продиктует и и и аж делить на канал что такое синус тета со звездочкой корень из канун квадрат плюс h квадрат значит множителем у меня стоит косинус и аж делить на корень из канун квадрат плюс h квадрат минус я учел здесь у меня что стоит к 0 на косинус тета со звездочкой это минус и грек аж а здесь и икс корень из канун квадрат плюс h квадрат ну как любопытно что это за волна такая интересная получается вот это просто множество нет мы с вами начинать пару занятий назад потратили время для одно занятие чтобы понять что это за волна смотрите как она интересно выглядит давайте я ее перепишу то же самое перепишу просто нормально что получилось минус и аж делить на канун квадрат плюс h квадрат а здесь е и икс корень из канун квадрат плюс h квадрат вот это вот назовем в это минус h игрек ничего не напоминает это волна которая вдоль оси икс бежит экспоненциально это ну обычная волна волна похожая на волну длиня измена значимого вектора а здесь а вдоль оси икс она экспоненциально убывает то есть это неоднородная волна про которую мы с вами говорили да вот наконец это неоднородная волна у нас реализовалась она бежит вдоль оси икс вдоль поверхности обратите внимание она не затухает она не затухает у нее амплитуда от радиуса не зависит вот вот это вот вклад и 2 а вклад и 1 выглядит вот так вот вот волна и 1 это была цилиндрическая волна она задухает как один делить на корень из это явным образом написано это не задухает понятно почему эта волна бывает только при фи близких и пополам потому что это волны если фи какое-то значит достаточно осмысленное значение имеет ее просто не видно вот если вы находитесь вот здесь вот достаточно далеко да в этой волне видите она экспоненциально зато ясно да вот поверхностная волна вот очень любопытно то есть каждая особенность функции которую мы интегрировали это весьма интересная вещь каждая особенность дает что то вот каждая особенность это новая волна плюс точка перевала которая строго говоря особенностью не является это там цилиндрические расходящиеся волны ясно вы спрашивали зачем это нужно вот я думаю что вот это и есть ответ зачем это нужно понятно да обратите внимание что если бы мы изначально поставили нашу особенность при положительных h она у нас попала сюда соответственно контур зацепился когда мы интегрировали представьте себе что h у нас отрицательное то есть наша у нас не масса а укропость и мы попали у нас тета со звездочкой не здесь а здесь попала вот сюда в таком случае когда мы деформируем контур интегрирования он у нас ни при каких условиях не зацепляется вот за этот гвоздик этой волны не будет этой волны не будет то есть поверхностная волна есть далеко не всегда но вопрос когда лучше всего отвечать так когда мы нарисовали контур поставили значит полюса и смотрим когда контур зацепился за полюса вот тогда она и возникает почему вот здесь волна отсутствует поверхностная а здесь она есть есть некое эмпирическое объяснение дело в том что если вы ставите массы массы являются для волны замедляющими структурами а упругости наоборот ускоряющими вот обычное дело если вы на поверхности размещаете какие-то замедляющие структуры то они помогают вам организовать волны ведущий режим вдоль поверхности ясно вот любая замедляющая структура может привести к тому что у вас побежит поверхностная волна а ускоряющая нет обратите внимание что скорость поверхностной волны вдоль поверхности а меньше скорости звука как это показать бета вот у нас волна вдоль оси x имеет вид е в степени и бета x правильно? а бета больше чем канон ну мы прибавили h верно? бета больше чем канон а что такое скорость? омега делить на k да? в данном случае омега делить на бета значит это меньше чем омега делить на k0 меньше чем цена то есть скорость поверхностной волны у нас естественным образом оказалась меньше обратите внимание еще на одну любопытную вещь что вроде бы поверхностная волна вот поверхностная волна существует при импедансной поверхности всегда вы смотрите на импеданс cm с положительным h да вы можете сказать вдоль этой поверхности может бежать поверхностная волна но вычисления основанные на полюсах позволила нам вычислить амплитуду поверхностные волны которые убегают вот я вам рассказал Это очень ценное знание, как посчитать амплитуду поверхностной волны, как связаны особенности той функции, которую вы получили, применяя преобразование Фурье. Еще мораль, на преобразование Фурье жизнь не заканчивается, а только начинается. На преобразование Фурье мы с вами потратили сегодня 3 минуты. Вот мы получили ответ в интегральной форме через 3 минуты после того, как начали его получать. Все остальное время мы анализировали преобразование Фурье и мы смогли получить очень осмысленное выражение для полей. Ясно? Ясно. Времени, значит, давайте я развлеку вас все-таки. Я не рассказал сегодня половину того, что собирался, но развлечь попробую. Но, тем не менее, где у меня развлекательная бумажка. О, а у меня ее нет. Дело в том, что я все это про импедансные поверхности знал. Но в какой-то момент оказалось, что есть еще одна формула, которую я не знаю. Я вам до конца эту формулу выводить не буду, потому что это довольно хлопотно. Я вам покажу рассуждение, которое к ней приводит. Рассуждение это принадлежит, по-моему, Малюжинцу. Вот я как раз собирался спросить сегодня об этом. Валеру. А он убежал. А в последнем проекта читал вам. Это называется формула Вейля-Ван-Дер-Поле. Ван-Дер-Поле. Я думаю, что вот здесь Вейля-Ван-Дер-Поле. И прелесть рассуждения Малюжинца в том, что фактически ничего делать не надо. Формула будет получена некоторая и так. Но формулу, опять же, я вам не распишу, потому что там есть превзание интеграла достаточно хлопотное. Мы рассматриваем ту же самую задачу, но мы даже рассматриваем чуть более сложную задачу. У нас есть импедансная поверхность, да? Импедансная поверхность такая же, как была. Ду по Ду плюс H U равно 0. При этом мы не ставим ограничения, что H чисто действительное. Даже наоборот, нам бы хотелось какой-нибудь более простой жизни. Вот эта формула, она сработает у нас далеко не всегда в самом простом своем применении. Поэтому мы давайте пока не будем говорить, какой у нас H. Мы получим формулку и потом посмотрим, при каких H она будет работать. Мы сжульничаем. Источник у нас будет находиться непосредственно над поверхностью, да? Вот это в оси Y. Пусть у нас источник на оси Y на какой-то высоте. Что будет, если мы поместим поле... Поле, если мы поместим отраженный источник вот сюда вот. Естественно, если бы это была не импедансная поверхность, а поверхность Дерихле, то у нас рассеянное поле было бы чисто отраженным полем. Понятная идея, да? Вот у нас поле вот такое вот, U падающая плюс U отраженное. Там кривое зеркало получается. Это случай Неймановский, да? Давайте случай Неймановский заменим на случай импедансный. Мы добавим к этому делу еще поле вот так вот, будем искать. U равно U падающая плюс U рассеянная. И поймем, чему у нас оно должно быть равно. Имеется простое рассуждение. DU рассеянная по DY плюс HU рассеянная Равно минус DU падающая по DY плюс HU падающая. Это ясно, да? Ну, чтобы их сумма давала ноль на границе. Ну, равно DU отраженное делить на DY минус HU отраженное. Потому что что такое отраженное поле? Отраженное поле, это у него производная меняет знак. Вот здесь я знак поменял. А само поле остается как было. Это понятно, да? А теперь, смотрите, я убираю среднюю часть. То есть я пишу сюда то, что у меня здесь получилось. DU отраженное по DY минус HU отраженное. И, внимание, я пытаюсь построить такое поле падающая. Вот это выражение должно у меня выполняться только на границе. Правильно? А давайте я сделаю хитрый трюк. Пусть это выражение у меня выполняется не только на границе, но и везде при Y больше нуля. Это хитрый трюк. Вообще говоря, никто не обещает, что такое поле мне удастся построить. То есть, по сути дела, я вот сейчас буду решать дифференциальное уравнение. Вот это вот можно рассматривать как обыкновенное дифференциальное уравнение относительно U рассеянного. Я попытаюсь его решить. Ясно? Естественно, нет проблем, чтобы решить дифференциальное уравнение. Есть другая проблема. То, что получилось, должно удовлетворять уравнению Геленгольца. К граничному условию оно, естественно, удовлетворять будет. Понятно, да? Да. Давайте попытаемся его решить. Зафиксируем переменную х. И будем искать упадающие в виде. А как решаются такие уравнения? Вот это известная функция. У отраженная, понятно, это цилиндрическая волна, уходящая от источника. Значит, как решаются такие уравнения? Это неоднородно. По переменной Y это неоднородное дифференциальное уравнение. Вот стоит его правая часть. Как решаются неоднородные дифференциальные уравнения? Давайте сначала решим однородное дифференциальное уравнение. Его решение такое. Это А на Е в степени минус H, Y. Согласны? И вот этому А разрешим зависеть, естественно, от X. X параметр для этого уравнения. Ну и разрешим ему зависеть от Y. Это метод вариации постоянной. Давайте подставим. Мы получим D E в степени минус H, Y на D, A по D, Y равно D, U отраженная по D, Y минус H, U отраженная. И я могу выписать решение. Я хотел бы его выписать в таком виде. минус интеграл от D, U отраженная по D, Y минус H, U отраженная E, H, Y по D, Y от Y до бесконечности. Я не муни переменную, по которой происходит интегрирование, пометил штрижком. Понятно, да? Из соображения высокой культуры. Ну, а что такое поле? Поле рассеянное это A умножить на E минус H, Y соответственно, U рассеянное от X, Y равно домножим на E в степени минус H, Y Y от, значит, значит, интеграл от Y до бесконечности, D, U, R по D, Y' минус H, U, R на E H от Y' минус Y на Y' ясно? Пока вот это вот, это решение вот этого уравнения. Нам надо показать, что то, что мы получили, на самом деле удовлетворяет уравнению Гельмгольдс. Если это удовлетворяет уравнение Гельмгольдс и условиям излучения, то мы можем констатировать, что то, что мы построили, это и есть наше рассеянное поле. Вот такой хитрый. Да, естественно, мы бы хотели, чтобы H имела отрицательную действительную часть, чтобы мы, когда интегрируем по Y' не имели проблем, чтобы она убывала экспоненциальный. Давайте сформулируем свою просьбу к природе следующим образом. Действительная часть H, чем меньше нуля, это нас устраивает. Как показать, что поле удовлетворяет, что то, что мы построили, удовлетворяет уравнению Гельмгольдс? Давайте начнем издалека. Да, важное дополнение. А вот функция, которая здесь стоит, от чего зависит? Она зависит от X, Y, штрих. Правильно? Да. И Y' берется от Y до бесконечности. Итак, во-первых, UR удовлетворяет уравнение Гельмгольдс. Согласны? Да. Теперь внимание. D, U, R по D, Y, штрих удовлетворяет? Должно. Почему? Что такое D, U, P, D, Y? Мы берем поле, смещаем его на маленькую константу вверх, вычитаем и делим на D, как построить производную D, U, R по D, Y? Сместить по Y на D, Y, вычесть и поделить на D, Y. Получится сплющиться как бы по Y. Нет. Определение производной какое? Ну, что, да. Определение производной покажет вот такое. D, U, R по D, Y равно U, R от X, Y плюс Δ, Y делить на Δ, Y минус U, R от X, Y. Правильно? Что это такое? Ну, и в пределе Δ, Y стремящемся к нулю. Вот эта функция смещенная на Δ, Y не вверх а вниз, конечно. На чуть-чуть вниз. Вот если мы функцию сместим на чуть-чуть вниз, она удовлетворяет уравнение Керембургс? Конечно. Это удовлетворяет. Разница функций, которая удовлетворяет, удовлетворяет. Если мы делим на константу, тоже удовлетворяет. Значит, во всей процессе совершения предельной процедуры везде у нас то, что получается, удовлетворяет. значит, и в пределе удовлетворяет. Таким образом, вот это... Важно просто дефинцировать уровень. Да, или можно... То же самое. Да, да, да. Значит, и окончательно это удовлетворяет, и это линейная комбинация двух функций с постоянными коэффициентами, каждая из которых удовлетворяет уравнению Герембургс. Итак, то, что стоит здесь, удовлетворяет уравнению Герембургс. А теперь, что мы делаем с функцией, которая удовлетворяет уравнению Герембургс? Вот этой вот. Мы ее... То, что стоит здесь, называется сверткой по переменной Y вот функции. Вот две функции, которые мы сворачиваем. Вот это и это. А что такое свертка? Мы берем функцию вот эту вот. Опускаем ее на какой-то кусочек. Да? Кусочек вот такой вот. Домножаем на экспоненту и прибавляем. Можно еще раз? Что написано вот здесь? Сейчас я попытаюсь нарисовать вам картинку. Не уверен, что эта картинка будет более понятна, но я покатаюсь. Вот здесь стоит D U R O D Y штрих минус H U F От какой переменной? Назовем вот это вот Дельта Y. Что здесь будет? Y плюс Дельта Y. X я не пишу. Понятно, да? Здесь что стоит? E в степени Дельта Y. Да? О Дельта Y. А здесь Дельта Y меняется от нуля до бесконечности. Понятно, да? вот что мы делаем? Вот эта функция вот от Y плюс Дельта Y это исходная функция смещенная вниз на Дельта на Дельта Значит, мы берем один экземпляр функции. Потом мы берем с весом E в степени Дельта Y. Вот здесь Дельта Y равно нуля. E в степени Дельта Y на H да? Равно единичке. Потом мы берем Дельта Y вот такой вот. Потом мы берем еще ее смещаем вниз. Да, и здесь мы ее умножаем на E в степени Дельта Y H Дельта Y 1. Вот это вот Дельта Y 2. Умножаем на E в степени Дельта Y 2 H и так дальше. Еще смещаем, еще умножаем на коэффициент. А потом мы берем это, 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 это. Складываем. Вот что написано здесь. Вот какой интеграл написан здесь. Ну, я как бы заменил интеграл на интегральную сумму. Каждая из функций, которую мы берем, удовлетворяет уравнение Гельмгорица. Значит, после того, как мы их умножили на коэффициент, это не помешало им удовлетворять уравнение Гельмгорица. И когда мы их все сложили, они тоже удовлетворяют уравнение Гельмгорица. Это же коэффициент зависит от Y. коэффициент не зависит от Y, он зависит от Дельты Гельмгорица. 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 все поле, но значит, мы сместили источник. Здесь мы еще сместили. Таким образом, мы получаем, что наше поле вот здесь порождается источниками, живущими на прямой, идущей от зеркального отражения источника и вниз. Это второй путь, как смотреть на задачи отражения от импедансной поверхности. Первый путь я вам нарисовал в виде интеграла Фурия. В принципе, ответ, да? Нет, это не совсем ответ. Ответ получится. Во-первых, формула Вейли-Вандерполя работает для, хорошо работает для трехмерного пространства. Во-вторых, для трехмерного пространства можно легко выписать УР. УР это Е в степени и КР делить на Р, помните, да? Вот аккуратно. А почему это КИН? А, это если один источник у нас. Да, если у нас есть точечный источник, если у нас задача трехмерная, то УР легко расписать. Это функция Грина. Да, это функция Грина с источником от этого источника. Да, если мы возьмем вот этот источник, то этот интеграл просто берется в функции ошибок. И то, что получается, когда мы возьмем этот интеграл в функции ошибок, называется формулой Вейли-Вандерполя. Более того, по-моему, стандартный способ вывести формулу Вейли-Вандерполя как раз взять Фурье интеграл и честно его вычислить. Вейли-Вандерполя еще один. В самом начале написали, что поле расси... Вот это какое? Это отраженное поле, да. Поле отраженное равно поле падающего. Нет. Нет, просто посмотрите конспект, нет ни одной строчки, где было бы противоречие. все-таки не осталось... Нет, мне осталось не понятно, что где граничный условие это где пишется производная ДУН по ДИН. Уграничный условие где пишется ДУН потом равно отраженное. Вот здесь была написана следующая фраза. ДУ рассеянное поделить по ДН, по ДИК плюс Аж У рассеянное было равно ДУ отраженное по ДИК минус Аж У отраженное. Потому что из очевидного равенства ДУН по ДИК плюс Аж У И так вот при Граграме равном нулё это равенство. Действительно. Да. А при других Игрек оно агнитесь. Вот это равенство по построению нашей функции верно при всех Игрек больше и равных нулях. Значит вот это равенство верно и при Игрек равно нулю. Вот это равенство справедливо при Игрек больше и равно нулю. Да. Второе. Вот это равенство при Игрек равном нулю. Но это значит что вот Это равно этому при Игрек равном нулю. У нас перекрываются области все я понял. Да. То есть мы не можем написать мы можем написать Нет. То что я вам показал трюк. Никто не обещал что это сработает. Ну а если мы попробуем решить задачу с этим Гуином то же самое для Вы писать где будет во-первых если мы изначально вот с этим мы выступим замечательно и мы можем сделать то же самое но есть проблема источники появятся вот здесь вот эта функция эта функция не удовлетворяет уравнение Гельмгольца у нее есть особенности Я понял. Я понял. В чем смысл? Понятно? Ну вот это некий другой способ и подумайте сами почему куда деваются поверхностные волны там почему его нельзя строго говоря применять когда у вас поверхностные волны вот в таком же виде Это другой способ другая форма Ну давайте закончим на этом Мы так посидели долго Всем спасибо